Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шинусова, сегодня в выпуске. Девушка погибла под колесами автобуса в Алматы. Переход дороги в неположенном месте стоил жизни пешеходу из южной столицы. В Экибастузе дотла сгорел гараж с автомобилем, обошлось без жертв. Наркотики в носках. В одной из колоний ВКО пресекли пронос запрещенных предметов. 24-летняя девушка погибла под колесами автобуса в Алматы. Трагедия произошла на конечной остановке неподалеку от рынка ЖТСУ в ночное время, когда водитель заезжал в автобусный парк. По словам очевидцев, мужчина был в наушниках. В результате ДТП пешеход с различными травмами была госпитализирована в больницу, где позже скончалась в реанимации. Сбившему девушку 50-летнему водителю городского автобуса номер 205 грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Отметим, что за последние полгода в Казахстане зарегистрировано свыше 2500 автоаварий, в которых пострадали 3500 человек и погибли 410. 30 из них – дети. В результате ДТП пешеход с различными травмами госпитализирована в больницу, где от полученных травм скончалась. Данный факт зарегистрирован в едином рейсе досудебного расследования по статье 345 ч. 3 Уголовного кодекса Республик Казахстан. Назначены соответствующие экспертизы. Иная информация по уголовному делу в соответствии с требованиями ст. 201 Уголовного процессуального кодекса Республик Казахстан разглашению не подлежит. Будьте осторожны и бдительны на дорогах города. Авария унесла жизнь еще одной жительнице Алматы, переходившей дорогу в неположенном месте. Девушку сбили насмерть на одном из оживленных перекрестков города. 28-летний водитель Hyundai не успел отреагировать и допустил наезд на Алматинку. От сильного удара ее отбросило в сторону на несколько метров. Основные рекомендации для пешеходов. Переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, а при их отсутствии в пределах видимости на перекрестках по линии тротуаров или обочин. При пересечении проезжей части на регулируемых переходах нужно руководствоваться сигналами светофора или регулировщиком. Выходить на проезжую часть следует только после того, как автомобиль остановился. Переходя дорогу, снимите наушники, капюшон и не смотрите в телефон. Нельзя бежать при переходе дороги, метаться или суетиться. Помните, безопасность пешеходов зависит от строгого и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 6126 тенге. В Экибастузе сгорел гараж с автомобилем. Огонь охватил деревянную кровлю здания. Сам гараж был пристроен к двухэтажному жилому дому. К счастью, обошлось без пострадавших. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров. Мазда, которая находилась в гараже, сгорела полностью. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Помните, если автомобилю больше 7 лет, технический осмотр должен проводиться ежегодно. Непройденный тех осмотров в Республике Казахстан согласно статье 590 Кодекса об административных правонарушениях РК влечет штраф в размере 5 МРП. Это 15 315 тенге в 2022 году. Запрещенную посылку в Носках пытался пронести житель ВКО своему другу, отбывающему наказание в одном из закрытых учреждений региона. Как оказалось, таким способом он хотел передать приятелю наркотики. Однако сотрудники колонии своевременно пресекли эту попытку. Кроме дури, у мужчины изъяли телефон и беспроводные наушники. О запрете проноса запрещенных предметов его предупреждали неоднократно. Однако это не возымело действия. Заботливый товарищ понадеялся, что содержимого передачки никто не заметит. Вот только вышло наоборот. В отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 481 КУАП РК. Передача истинам содержащих по учреждению уголовной спорта системы специальные учреждения запрещенных веществ, изделий и предметов. Санкции данной статьи влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП. Не было бы правил и законов, не было бы и порядка. Каждый из нас мечтает жить в безопасной среде и в цивилизованном обществе. Но каждый ли готов начать с себя? Будьте сознательными и берегите себя и своих близких. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24.